всем привет привет как и обещали сейчас снимем вторую часть про деревню павлова расскажем про снова павлова есть у меня там где-то скрытие лаборатория также расскажем про деревню людоедов сейчас покажем где она раньше находилась и как там вообще все что происходило поехали вперед смотреть по преданиям находилась деревня людоедов то есть как людоедов здесь жил было поселение о нем впервые описывается в книге уездов петра как приладожские поселения и там жили люди и они ели других людей потому что было необходимо и занимались постоянно инцестом у нее и у них как все время были врожденные уродства потому что эти люди были очень страшные для того чтобы нормально питаться им нужно было человеческое мясо постоянно поедать то есть из-за этого они мутировали потому что в человеческом мясе есть какие-то такие вещества которые от которых ты меньше живешь но как многие африканские племена умирали вот здесь они находились и потом как раз перед первый когда узнал об этом приказал здесь всех казнить но всех порезать здесь всех порезали и по преданию говорят что захоронили именно где где-то вот тут но неизвестно где еще кстати говорят что при убить куда есть не всех и павлов именно сам павлов был именно из этого рода который долго-долго влачил свое существование они жили здесь сейчас пойдем дальше расследовать искать его лабораторию его предков и как это все влияет на ну повлияло на создание опытов над людьми вот посмотрите здесь на пейзажи сейчас это все заросло немножко а здесь говорят было вот их именно их поселение было и они были здесь ну часть из них возможно было здесь похоронены так сейчас идем дальше сейчас пойдем подниматься чуть выше посмотрим на церковь но этому не знают церковь мне кажется поставили уже это с ними не связано это уже там другая какая-то история не знаю я обычно в церковных делах не слишком сильно разбираюсь сейчас пойдем туда дальше смотреть и дойдем до до павлового дома вот здесь находится церковь 1800 какого-то года постройки там строят еще одну новую рядом с ней находимся в стене где был сам павлов его построил то есть здесь именно поклонялись духом ну своим предкам всем ну кто являлся предком павлова из его семьи потому что скорее всего большая вероятность удовольствия он именно принадлежал тому семейству людоедов где мы только что были но именно в той деревне которую уничтожили и он был одним из последователей поэтому у него особая своя религия и они поклонялись не было было как в израиле стена плача вот это сейчас сейчас восстановились стену плача здесь они поклонялись своему божеству и заключенных именно приносили в жертву ты сейчас мы будем искать лабораторию которая находится сейчас пройдем и будем наблюдать вот только что прошел вдоль стены и увидел там следы от рук чьих-то там есть следы от рук сейчас пропадаем поближе посмотрим но действительно ли это следы от рук или то что-то другое пойдемте вот смотрите вот здесь вот именно под ладошку вот так вот как будто чья-то рука лежала какого-то монстра посмотрите внимательно это даже строили скорее всего последователи именно вот эти инцесты монстры на данный момент поднялся сейчас за угол найти вход туда именно в этот бункер который находится за этой стеной скорее всего либо есть еще один второй вход который мы тоже будем искать сейчас поднялся там все закрыто входа нету ну естественно само собой там ничего нету потому что до сих пор там ставят опыт и не над людьми и вообще над всеми заключенными как раньше ставили на заключенную сейчас только больше перешли на психбольных которых нет ни родственников вообще никого даже по ночам когда здесь ходите можно слышать реально крики людей это прямо такие стоны и прямо берет прямо за душу прям такой душу раздирающие вопли видите спереди там стоят дома именно за озером вот говорят что сейчас именно до сих пор последники павлова там проживают вот эта вся деревня людоедов которые остались их предки которых нет не дорезали еще тогда при петре в 1720 каком-то году они говорят что не до сих пор проживают вон всех домах то есть у них там подземные ходы и вот это вот все вот эти холмы где сейчас находится институт павлова все вот эти холмы как там внутри проходят подземные ходы где вот эти обитают как раз существа павлова в чане слишком много ходим мы хотим поделиться с вами тоже полезным советом если по буржуйски лайфхаком как делать чай то есть мы перестали носить собой термос то что вода там не сохраняется настолько длинно горячо ну настолько долго горячо поэтому чай делаем по-другому у нас есть газовый баллон ой а я же забыл горелку нет мы не сделаем чай а мы не сделаем чай у нас разжечь себе чашку забыли горелку пришлось зайти в магазин налить себе кипяточком ну здесь просто такое место туристическое здесь специально загоняются туристов чтобы ну некоторые теряются там пьяные еще что-то чтобы над ними ставить опыты и тоже делать ну куски делать из них мутанты сейчас пойдем дальше искать разбираться чаю попьем вот сейчас дошли до алкодомиков вот это алкодомики здесь как раз люди но многие приходят сюда покупать они пьют и как раз потом как будто бы они либо утонули либо еще что-то случилось на самом деле забирать люди доеду стой деревне откуда и был сам родом скорее всего может быть павлов что мы сейчас будем устанавливать искать эту лабораторию куда до сих пор они уволь всех людей вон там те дома про которые я рассказывал еще с той стороны вот они стоят это уточка играть поплавочек опа клюнула поплавок все здорово да все таки очень похоже на то что здесь орудуют эти данные граждане последователи они все таки еще сохранили свою жизнь и даже строят такие вот мосты подошли именно к домикам который находится на холме именно здесь находится подземелье вот этих людей которые откуда сам происходил сам павлов откуда происходили эти людоеды вот здесь находится именно подземелье и кто очень сильно много пьет они забирают их и делают таким образом что как будто бы он утонул на самом деле они ужирают поэтому здесь под землей находится подземелье пойдемте дальше смотреть сейчас покажем очень много интереса сейчас может быть найдем даже вход в это подземелье попробуем по нему немножко пройти надеюсь мы выживем ничего с нами не произойдет кстати говоря что ты павлов до сих пор еще жив потому что они питаются людьми и живут очень-очень за этого долга идемте смотреть а это специально построили именно вот эти их семейство с этой деревне которую там всех перерезали но не дорезали до конца даже много было на них гонений даже 80-е года на них тоже были гонения но потом когда пришли к власти капиталисты ну это все перестали уже как но не стали считаться такой хорошей ячейкой общества то есть как будто не нарушают законы ничего не делают на самом деле если люди пропадают просто вообще массово массово что об этом не говорят они не растут на самом деле просто так обычно мог начинать развиваться на дереве только в том случае если там находится че ну чита останки то есть либо это какие-то животные либо это люди еще кто-то только в том случае начинают по дереву расти мох поэтому если там и какие находятся какие-то захоронения если даже посмотреть вот под этими всеми деревнями растет мох значит вот здесь вот везде вот смотрите вот начиная отсюда кончать тем деревом везде находятся какие-то захоронения либо это останки заключенных которых не съели которых реально ставили какие-то опыты и хотели что-то делать это еще было в 30-х, 40-х годах, ну, когда это было популярно и модно, когда как раз здесь был рассвет именно вот этой деятельности, когда вот эта, ну, сама организация людоедов была государственной, и когда сам Павлов во главе ставил эксперименты над людьми. То есть он хотел сделать людей таких, чтобы они были похожи на их именно клан, чтобы дальше начать продвигать свое потомство. И здесь вот, видимо, видите, все, в Амхуа, Амх просто так не растет никогда под землей. Здесь вот находится захоронение. И вот здесь, вот на этом холме, вот здесь, везде находятся именно тоннели. Сейчас мы подойдем к зданию, откуда тоннели изначально были прорыты, которые до сих пор работают. Видите, здесь находится брусчатка. Эту брусчатку тоже ложили, ну, она была положена в 20-х, в 22-м году, в 2020-м году. Здесь ставили тогда на заключенными опыты, не только над собаками, но и над заключенными. И это была трудовая терапия. То есть здесь людей мучили до той степени, пока они не сходили с ума. То есть, когда они сходили с ума, уже их пытались делать именно вот такими, как, помните, я показывал, где деревня была людоедов. Вот и их пытались сделать примерно с таким же сознанием. То есть была такая трудотерапия. Сейчас идем дальше. Будем смотреть, будем искать, будем искать подземные проходы, чтобы найти эту работающую лабораторию. Ну вот, как я обещал, сейчас шли-шли, наверное, шли именно в ход в подземные тоннели. Сейчас посмотрим, как они выглядят. Вот они находятся. То есть и через них утаскивают людей, и сжирают. Закрыты они такими, видите, старыми колесами. Смотрите, вот сам тоннель. Вот, внутри. Он затоплен. Так что теперь, возможно, непосредственно, что они ставили так много экспериментов, может быть, они даже могут лишать под водой. Может, они поэтому даже плавают, что их никак не уловить. То есть эти тоннели идут вокруг всего этого и выходят в озеро. Скорее всего, да. Скорее всего, они разработали свои технологии до тех пор, что теперь могут спокойно плавать под водой в этих тоннелях. Сейчас закрываем его обратно. Так, идем дальше. Может быть, найдем сухой тоннель. Либо сейчас посмотрим, куда нас приведет тропа. Это дом, непосредственно, где с 20-х годов жил вот это, ну, как сам Павлов, и его вот это, ну, как, он прикрывался только тем, что ставил вот эти эксперименты для людей. На самом деле, здесь везде проживала его семья. То есть он был единственный, похожий из всех на человека. Сейчас подойдем к этому дому, посмотрим, какой у них вообще был быт, как они, ну, себя вообще вели. Также мы еще видим, что здесь есть еще один вход именно в канализацию. Потому что, ну, у каждого дома был свой вход непосредственно в эти тоннели. То есть и каждый из этих монстров мог нормально кого-то там утащить с улицы и нормально съесть. Так, идем смотреть. Дыра из подвала. Именно отсюда они вылезают по ночам. Ну, раньше вылезали, по крайней мере, сейчас дом уже находится не в таком хорошем состоянии. Сейчас подойдем ближе, посмотрим. Вот. Да. Смотрите. Смотрите, как раньше было построено. Видите? Все время, если сверху жили обычные рабочие, похожие на людей, то в подвале всегда жили те, которые, ну, были вообще совершенно другие, совершенно иные. Вот те, которые именно питались, ну, вот именно то племя, которое, ну, они, кстати, может быть даже другая ветвь развития человечества. Если были неандертальцы, то это, скорее всего, вообще другие. Ну, какие-то неандертальцы, денисовцы, хомо сапиенсы. Скорее всего, это вообще совершенно новая ветвь. И посмотрите, как они там жили. То есть они могли спокойно передвигаться в темноте, а сейчас уже, так как мы увидели вот эти тоннели подземные с водой, они уже, скорее всего, могут спокойно подвигаться под водой. Так, Ну, да, что-то уже совсем. Вот, смотрите, даже раньше какая архитектура была, как строили. То есть шли бревна, дальше шли... Как-то она называется, забыл. Вот я такая, ну, ее сложно делать, она сейчас очень дорого стоит. А дальше просто шпаклевали. Шпаклевка. Ну, конечно, да, сейчас находится в таком удручающем состоянии. Но я думаю, что они отреставрируют. У них все-таки такой очень сильный свое человеческое внутрое. Я думаю, что они отреставрируют. Вот, смотрите, еще один панель нашли. Тут как раз... Вот он как раз сухой. Даже, видите, здесь есть ручки, чтобы держаться, чтобы спускаться. в тоннеле. Как я и говорил, здесь все прорыто в тоннелях. Тут они везде обитают до сих пор. Все дальше. Все, приближаемся куда-то. И везде видим вот такие попиленные деревья. Попиленные. Видимо, им сейчас для жизни, так как у них с людьми очень плохо, сейчас хорошо, наверное, людей ищут. Им сейчас, видимо, нужна очень сильно древесина, поэтому они каким-то образом добывают сейчас вот с этого парка себе древесину забирают. Вот сейчас мы еще походим, немножко посмотрим. Ну, так же, чем еще эти места хороши? Тем, что здесь единственное, практически в Санкт-Петербурге, где самое ближайшее место, где есть высоты. Непосредственно, не плато, а есть высоты и перепады. Может, поэтому тогда не поселились здесь. вот здесь рядом напорная вышка стоит. Это самое высокое место, которое есть на данном моменте. Это которое снабжало непосредственно водой те остальные здания, и от которых как раз расходятся все тоннели. То есть, это основное место обитания тех видов людей новых. Так, сейчас пойдем дальше исследовать. Здесь такая вырыта яма. Это не просто яма, это, ну, что-то очень странное, какое-то такое необычное тоже руническое сооружение. Вот сейчас посмотрите, оно находится именно в такой низине и со всех сторон окружено оврагом. И вот здесь находятся могилы. Либо это могилы, либо это какие-то специальные руны для вот этих существ. Сейчас подойдем поближе, посмотрим, что они вообще значат и что из себя представляют. Просто очень интересно, что это такое и вообще, как это все выглядит. Так, смотрим, здесь написано кузнецов. Ну, как я понимаю, что здесь похоронен кузнецов, а там похоронен Симонов. То есть, обязательно перед тем, как... Ну, это их произведение искусства, то они так делают искусство. Им обязательно, чтобы сделать какое-то искусство, обязательно нужно принести жертву. То есть, здесь они принесли жертву Кузнецова, а там Симонова. То есть, двух людей принесли в жертву и для них это считается очень хорошим таким, как, видимо, чем-то таким, ну, духовным и высоким. Вот, поэтому это выглядит вот таким образом. И я думаю, что здесь все равно где-то есть скрытые именно проходы, по которым они под землей путешествуют. Ну, все равно, мы непосредственно сами проходы нашли, то есть, нашу миссию нашего путешествия, нашего расследования выполнили. То есть, мы сейчас все это действительно расследовали, нашли, где находятся входы непосредственно в под землей, узнали, что они затоплены, и узнали, что данный вид людей, которые раньше питались чисто человечными, которых всех не добили, умеют плавать под водой. Сейчас им для жизни нужна древесина, узнали. То есть, узнали много нового о их существовании, узнали о их искусстве, о их духовности и высоких целях. Сейчас пойдем дальше смотреть и уже, ну, непосредственно завершать нашу экспедицию. Так что, я думаю, мы достигли очень больших результатов, мы очень большие молодцы. Все, идем дальше. Тут специально установлены шины. Это не просто так. То есть, если вы по данному участку земли пройдете пешком, вы обязательно провалитесь вниз к монстрам. То есть, здесь нельзя по ним ходить, здесь нужно обязательно двигаться по шинам. Они для себя это постелили, поэтому будьте очень внимательны, когда здесь ходите, и осторожны. Сейчас мы попробуем это место пройти аккуратно, чтобы нас не зацепило. По шинам пройдем, но рисковать не будем. Возможно, возможно, и ничего не случится, если туда встать. Но уверять я не буду, поэтому, честно говоря, мне немножко страшно, поэтому я лучше пройду по шинам. Просто не просто так, как здесь положили. И вам не советую здесь ходить рядом. Поэтому, смотрите, сейчас осторожно, смотрите, я сейчас пройду до конца, самое главное, и потом оператор пройдет до конца. Если с нами ничего не случится, нормально, можете переходить по шинам. Смотрите, оператор на тех колесах споткнулся, упал, но с ней ничего не произошло, то есть все в порядке, поэтому, ну, можете нормально там проходить рядом с колесами, но на всякий случай все-таки идите по колесам. Просто мало ли, ну, неизвестно, здесь такие тоже, ну, необычные места. Так, давайте сейчас посмотрим на холм. Этот холм жертвоприношений, скорее всего. Ну, какой-то очень похож на какой-то, как будто там реально кого-то приносили в жертву. Сейчас поднимемся на холм, посмотрим с него вид, ну, посмотрим, есть ли там какие-то следы убитых людей, животных, еще кого-то к чернить кости, и покажем вам. А потом уже будем дальше возвращаться к нам в студию на базу. Идем. Поднялись на холм, но ничего здесь такого не нашли, кроме мангала. Конечно, там стал мангал, не знаю, может быть, возможно, там кого-то жгли, именно, делали шашлык из человека, из животного, еще из кого-то, приносили какую-то жертву, но неизвестно. Потому что сейчас очень много стало шашлычников, и что там происходило, достоверно установить невозможно. Поэтому пока этот холм оставляем под большим вопросом, ну, что это за холм, просто обычный холм или необычный, но я думаю, что владение этих существ здесь еще не заканчивается. Я думаю, что они продолжаются намного дальше. Даже если посмотрите в другую сторону, посмотрите, сколько здесь холмов, и я думаю, что в каждом из этих холмов находятся именно вот эти тоннели. И они везде, везде эти существа обитают и ходят. Ну, я думаю, что мы нашим месяц выполнили. Следующее расследование мы назначим на другую дату, тоже будем расследовать, смотреть. А сейчас уже будем собираться, все-таки идет дождь, собираться и возвращаться к нам в студию, монтировать видео, показывать вам. Спасибо вам за просмотр, спасибо, что вы посмотрели на данное видео. Поставьте палец вверх обязательно, напишите свой комментарий, что вы об этом думаете. Мало ли, ваше мнение, ну, категорически с нашим, не совпадает. Либо совпадает. Напишите, напишите нам какую-то информацию, которой вы владеете, о том, что здесь происходит. И если вы жили когда-то здесь очень давно, то тоже напишите, что говорили ваши предки, бабушки и прабабушки. Подпишитесь обязательно на канал, ссылочка находится вот здесь, либо здесь. Вот здесь находится ссылочка, там такое написано, бубенчик, нажмите на бубенчик. Всем удачи, хорошего дня, побольше денежек, здоровья. Пока-пока.